Монету, посвященную Таганрогу, выпустил Центробанк России. Ее номинал 10 рублей. На монете изображен герб Таганрога. Здравствуйте в студии Артем Тарасов, повестка дня на Дону. Яркие ответы на вопросы о наболевшем. Пресс-конференция президента глазами журналистов. Мы этого не знаем. Но если кто-то в турецком руководстве решил лизнуть американцев в одно место, не знаю. Вкус молока. Независимые эксперты-дегустаторы о донском продукте. Качество молока, надо заметить, тоже имеет лучшие результаты по сравнению с прошлыми годами. Мечты сбылись. Природный газ пришел на смену углю в еще один донской хутор. 35 лет я здесь живу и все нам обещали этот газ. Большая пресс-конференция президента России относится к особому разряду политических событий. Здесь глава государства вместе с журналистами подводят итоги уходящего года. Озвучивают основные проблемы, дают им оценку, говорят о перспективах. Пресс-конференция от 17 декабря стала самой многочисленной за всю ее историю. Задать вопросы главе государства приехали почти полторы тысячи журналистов. Среди них оказалась и наша съемочная группа, которая побывала за кулисами большой пресс-конференции. Два билета до Москвы корреспонденту и оператору. Пополнив рекордное число журналистов, аккредитованных в этом году на традиционную большую пресс-конференцию Владимира Путина, мы сели в наш плацкартный вагон. Народ потихоньку доставал нехитрую провизию. За чашечкой чая в фирменном стакане РЖД разговоры особенно душевны. И тут мы говорим к президенту Путину, едем вопросы задавать. А вы бы что спросили? Почему он отнял индексацию пенсии? И вначале задался бы вопрос, почему бессионер продолжает работать, а не едет куда-то отдыхать? Почему у нас дорого стоит отдых в России? Почему цены растут, а зарплата не растет? И вот спросить ничего не хочу, а сказать бы, вот сказала, что, ну, вот мне нравится, я, по крайней мере, задержала, перестала быть обидно и стыдно. Вот, а спросить, в общем-то, он все отвечает и так, все и так понятно. В центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве с утра собираются журналисты со всей большой страны и зарубежья. Суеты нет, большая пресс-конференция, одиннадцатая по счету, и большинство представителей СМИ знакомы с ее традициями. Это табличка опознавательная, телеканал Грозный. Я очень болею за свой регион, я думаю, что президент страны это будет видеть, как горят глаза журналистов, как они хотят, как они стремятся задать вопрос, и просто рассчитываю на удачу. Традиционно ждали эксцентричных личностей, желающих привлечь внимание президента броскими нарядами, но журналисты были сдержаны, позволяя себе лишь легкие акценты. Вот видите, на мне национальные серьги, это национальные серьги народа Башкортостана, башкирские. Так что мы не ходим, конечно, в башкирских костюмах на улицах, но свою этническую составляющую не забываем. И только журналист из Ханты-Мансийска настроены спросить у Путина об объединении Тюменской области с автономными округами. Надел праздничный национальный костюм, но в бубен бить не будет, это уже перебор. Он у нас заклеен, видите, поэтому он не звучит. Прошлая пресс-конференция президента длилась более трех часов, а рекорд был поставлен в 2008 году, когда президент страны отвечал на вопросы журналистов в 4 часа 40 минут. Так что нужно хорошо подкрепиться. Сэндвич с копченой неркой оценили журналисты из Камчатки и Сахалина. Хачапури по-мигрельски из Грузии. В гостеприимном меню фуршета учли все предпочтения большой страны. Здесь можно, например, встретить и круассан с восточными травами, и даже пирожок печеный с олениной, чтобы каждый гость, даже с самого крайнего севера, чувствовал себя как дома. Кстати, пирожки с олениной съели очень быстро. Все спешат занять очередь в зал. Кто первый зайдет, тот и ближе к президенту, а значит больше шансов задать вопрос Путину. Тем более на почти 1400 аккредитованных журналистов 940 посадочных мест. Но все-таки как-то поместились. Спасибо большое. Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Российская экономика миновала пик кризиса, хотя до выхода из него еще далеко. Впрочем, эта информация особых эмоций не вызвала, когда на повестке дня актуальные вопросы отношений России и Турции, сирийский конфликт и борьба с терроризмом в лице боевиков ИГИЛ – самые яркие высказывания. В том числе, ответ на вопрос турецкого журналиста мгновенно стали крылатыми, разлетелись по всему миру. Вы спросили, может быть там третья страна какая-то есть? Я намек ваш, понимаю. Мы этого не знаем. Но если кто-то в турецком руководстве решил лизнуть американцев в одно место, не знаю, правильно ли поступили или нет. Острые вопросы от украинских журналистов получили развернутые ответы. Президент в очередной раз заявил, регулярных российских войск в Донбассе нет, а минским договоренностям не оказывается должное внимание. Я их спрашиваю всех, моих коллег, на постоянные, все говорят, на постоянные, на постоянные. Я говорю, а вы знаете, что этот закон на три года всего принят? Год прошел. Они все говорят, да. Я говорю, да. Петр Алексеевич, да? Он говорит, да. Ну правда, честное слово, это прямая речь почти. Три часа живого общения пролетели. Резвый азербайджанский журналист успел сделать селси с российским президентом. Еще более резвые представители СМИ вручили Владимиру Путину фото человека, похожего на главу государства. Путин сказал, что двойников у него нет. Улыбнулся, взял фотографию и ушел за кулисы. Провокаций больше не было. Недовольная, возможно, тем, что не получила слова, Ксения Собчак на пресс-конференцию пришла в броском костюме и неожиданно для себя проиллюстрировала анекдот про черные и белые полосы нашей жизни, с которого начал свою речь Владимир Путин. Пресс-конференция получилась, как говорится, на злобу дня. Обсудили растущий доллар, дешевеющую нефть, обстановку в мире. Поговорить о проблемах регионов не получилось, не хватило времени. Но журналисты на это не в обиде, все относятся с пониманием. Тем более президент очень оживлялся, когда говорили о геополитике. Поговорить подробнее о пенсиях и тарифах ЖКХ не получилось. Даже если каждому из аккредитованных журналистов дать по минуте на вопрос, это заняло бы сутки. И это не считая ответа. Впрочем, все трудности жизни уходят на второй план, когда в мире неспокойно. И так важно этот мир сохранить. Анастасия Натальевич, Андрей Коник, Надану. Они уже попробовали на вкус и цвет донские колбасы, мясо и подсолнечное масло. На очереди сметана и творог. Независимые эксперты по инициативе областного Минсельхозпрода дегустировали молочную продукцию донских производителей. Пробы снимали на территории сыродельного завода «Семикаракорский». Вкус, запах, внешний вид и консистенция. Дегустационная комиссия оценивает кефир, сметану, сыры и другие молочные продукты по нескольким параметрам. Всего 52 образца, 11 производителей. Перед каждой пробой эксперты делают глоток чая, чтобы отбить вкус предыдущего образца. Производители продукции дегустаторы не знают, и поэтому предвзятость здесь исключена. Где-то должно быть внутри вас, понимаете, оценочная шкала, по которой вы себя чувствуете, какие-то показатели. Вы же когда берете помидор, он же кислый, правильно, или пахнет помидором, да, и это не отнять. Точно так же и молоко. Вы берете его, пробуете, есть какие-то определенные вкусовые параметры. Вы же чувствуете вкус жира, но просто технологии производителей, они немножечко глубже это ощущают. Для каждой продукции свои критерии и шкала оценки. Для твердых сыров 100-бальная, рассольных 50-ти, плавленных 30-ти. Для молока, сметаны, творога и кисломолочных продуктов максимум 10 баллов. Дегустация проходит в том числе и в интересах наших предприятий, для того, чтобы они могли объективно оценить качество выпускаемой ими продукции и при необходимости внести коррективы в технологический процесс. В этом году производство цельномолочной продукции на Дону увеличилось почти на 50%, а сырые творога на 24%. Такой рост объемов, по мнению производителей, результат импортозамещения. Качество молока, надо заметить, тоже имеет лучшие результаты по сравнению с прошлыми годами. Больше связано с увеличением внимания, наверное, или конкурентности к сырью. Сами производители молока, чьи, больше стали обращать внимание на технологию производства молока. После дегустации список победителей размещается на сайте областного министерства сельского хозяйства. В следующий раз комиссия планирует оценить качество хлебобулочных изделий, выпускаемых на Дону. Ася Скрыникова, Андрей Токарев, на Дону. Как известно, молочные продукты, необходимые взрослым и детям. Несмотря на это, качественный продукт купить все сложнее. Сегодня никого не удивишь припиской «Натуральное» на пакете с молоком, срок годности которого может доходить до полугода. И, к слову, хранить его можно при комнатной температуре. Как отличить качественное молоко от поддельного? Что по этому поводу думает Ростов-на-Дону? Ну нет, смотрю только на то, какой срок годности. По-другому не смотрю. Те, которые в упаковках, которые хранятся в течение двух недель. То есть бывают тетра-упаковки, которые полугода, срок годности, а вот те, которые две недели, срок хранения. Вот я выбираю такое. Оно должно быть не водянистым и вкусным, а вкус таким молочным. Я когда пью молоко, ну я как-то чувствую, когда вкусно оно, а когда оно прям мерзкое, противное. Ну состав, конечно, влияет. Поддельное из сухого молока делается, да? Чем занимались первые лица на Дону? Губернатор Василий Голубев поздравил донских контрразведчиков с профессиональным праздником. По оценке главы региона, спецслужбы успешно выполняют задачи противодействия экстремизма, обеспечивают безопасность жизненно важных объектов региона, активно борются с преступностью. Василий Голубев поблагодарил сотрудников областного УФСБ и ветеранов госбезопасности. Особо отличившиеся получили областные награды. Господдержка донских предпринимателей останется на прежнем уровне, несмотря на сложности в российской экономике. Об этом на встрече с общественными представителями бизнес-обусмена заявил замглавы региона Юрий Молодченко. Ни одна программа по поддержке бизнеса, предпринимательства, инвестиционного климата не свернута. Мы ставим перед собой очень серьезную планку и правительство нацелено на то, чтобы 16-й год, мы понимаем, что он будет непростым, но все программы поддержки малого и среднего бизнеса, поддержки инвестиционных проектов, масштабных и социально значимых будут поддержаны областью в полном объеме. Кроме того, на Дону работают все льготы для малого бизнеса, а перечень видов деятельности, по которым может применяться патентная система налогообложения, расширен. По защите прав предпринимателей Ростовская область входит в пятерку лучших. В 2015-м бизнес-обусмен рассмотрел 800 обращений. Самые актуальные из них войдут в итоговый доклад губернатора. Это и излишне проверочные мероприятия административных инспекций в определенных районах Ростовской области, с которыми мы, конечно, будем разбираться. Это и проблема нестационной торговли. Проблем достаточно много. Что-то решаемо на муниципальном уровне, что-то решаемо на региональном уровне. Где-то нам придется, в том числе по ИГИСу, все-таки отстаивать интересы предпринимателей на уровне федерации. Напомню, сегодня общественные представители бизнес-обусмена ведут свою работу во всех 55 муниципальных образованиях области. В Ростовской области завершились дни правового просвещения. В течение почти трех недель во всем регионе жители Дона могли получить бесплатные юридические консультации по правовой тематике. Социально-гуманитарный проект проводится уже в третий раз по инициативе Донского парламента и правительства области. Завершилась акция дискуссии на тему изменений в градостроительном кодексе. Поправки вступят в силу в январе. Поскольку эта реформа такая продолжительная во времени, то есть предполагается, что 10 января вступят в силу эти изменения. И еще будет дан определенный период для того, чтобы были приведены соответствующие документы в соответствие, приняты областные законы. Незапрещен формально не является наркотиком, но вызывает психологическую зависимость и может привести к раковым заболеваниям. Наркополицейские области встревожены распространением в регионе Насвая. Этот год стал рекордным по количеству ввоза продукта из стран Восточной Азии. Нарушители нашлись и на очередном рейде на рейсе Ташкент-Ростов. Пассажиров спускаются в зону таможенного контроля. Здесь к осмотру багажа подключается хвостатый специалист – лабрадор Боня. Обнюхав чемоданы, ничего подозрительного не замечает. Вереница пассажиров устремляется в зеленом направлении. Все чемоданы и сумки везут сквозь эту рентген-установку. На мониторе видно содержимое багажа. Опытный инспектор сразу определит, есть ли здесь что-то запрещенное по насыщенности цвета и подозрительности предметов. Здесь, например, сразу видно, что везут на свай. Хозяин багажа – гражданин Узбекистана. Работает в Ростове. На родину уехал поменять паспорт. С собой привез и табачную смесь. Здесь у нас сыпучее вещество зеленого цвета, органического происхождения. Для эксистенции и специфическому запаху, схожая с на свая. Смесь необходимо взвесить. На свай приравнивают к табачным изделиям. По закону, развесного табака в Россию можно ввозить не больше 250 граммов. Весы показали свыше полкило. Вы для себя везли или на продажу? Для себя. Для себя? А зачем? Ну, это национальное курение у нас. Я не знал, что полкило запрошено. Не знал и следующий клиент. На вопрос, что везете, отвечает одежду, служебные принадлежности. Но после досмотра багажа инспектор обнаруживает сверток с зеленой массой. Для сигареты это. На свай, на свай считается. На свай? Да. А вы знаете, что в таком большом количестве нельзя его привозить? Я не знал. Смесь отправят на экспертизу. Если подтвердиться, что это на свай, нарушителям грозит административная ответственность и штраф. В 2015 году мы возбудили 450 дел об административных правонарушениях по незаконно перемещенному табачному изделию, что значительно превышает показатели предыдущего года, 244 дела. В этом году таможенники изъяли уже более 370 килограммов на свая. Все, что превышает допустимые для ввоза нормы, конфискуется и уничтожается. Ксения Николаева, Юрий Бабенко, Надану. 10 лет тюрьмы грозит двум батайчанам за нападение на железнодорожную котельную. Мужчины избили кочегара, похитили сотовые телефоны и инструменты. Обоев в кратчайшие сроки задержали оперативники уголовного розыска. Задержанные не успели ни спрятать, ни продать похищенное. Сейчас налетчики находятся под стражей. Возможно, в биографии каждого появится еще одна судимость. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой». Еще один маленький населенный пункт Ростовской области пришел газ. Голубое топливо появилось в хуторе Краснодворск Оксайского района. 5 километров труб в корне изменили жизнь местных жителей. Радость Евгении Меркуловой самая настоящая. На протяжении долгих лет согреваться и готовить еду, ей, как и всем жителям хутора, приходилось с помощью угля и дров. В честь долгожданного события жарить традиционную глазунью. Главное в этом обеде – голубой огонек под сковородкой. Для 35 лет я здесь живу, и все нам обещали этот газ. Пока не стал глава администрации Евгений Викторович, он нам пообещал газ в течение двух лет. И все наше желание исполнилось, и все, газ сегодня отпустили. В Краснодворске всего 50 семей. Сказать, что газа здесь заждались, не сказать ничего. Ведь появление голубого топлива – это еще и реальная экономия. Для одной семьи уголь на зиму обходится в три десятка тысяч рублей. Хуторяне устроили настоящий праздник с песнями и танцами. Вместе выпустили в небо голубые шары, как символ голубого топлива и начала новой жизни. Есть вот хорошая программа, которая называется «Устойчивое развитие сельских территорий» и финансируется через Минсельхоз России. Вот участником этой программы стал хутор Краснодворский, который благодаря финансированию федеральному, софинансированию областному мы получили в результате газ. На строительство газопровода было потрачено 11 миллионов рублей. За последние три года в Оксайском районе голубое топливо появилось в трех населенных пунктах. На сегодня программа газификации выполнена на 96%. Района еще у нас порядка четырех хуторов осталось и населенных пунктов, которые осталось. Но я думаю, это проблема решаемая, в ближайшем будущем мы ее решим. Такой праздник уже с нетерпением ждут в хуторе Киров, Мишкинского сельского поселения. Власти района обещают, ждать осталось недолго. В следующем году начнутся проектные работы по строительству газопровода в этот населенный пункт. Евгения Слинкина, Юрий Бабенко. На Дону. О других событиях области сообщения с мест. В Красном Сулене в Центре детского технического творчества состоялись районные соревнования по автомодельному спорту. В них приняли участие более 30 учеников начальных классов. Мероприятие по автомодельному спорту проводится в Красном Сулене первый раз. Инициатива такая была давно, зарождалась идея. Проводится пока по двум классам моделей. Резиномотор, резиномоторные модели и электрорадиоуправление моделями. Второй этап соревнований пройдет 23 февраля. Победители отправятся на областное первенство. В Миллерово при государственной ветеринарной клинике открылась специализированная аптека. В ассортименте препараты не только для домашних, но и для сельхозживотных и птицы. Ранее у нас не было и здесь помещение. Мы оборудовали его, сделали под аптеку товар. Хотя, конечно, еще мы начинаем только. Вот два человека ответственные аптека. Планируем работать, возможно, и по воскресеньям. Всего в регионе на базе государственных ветклиник планируется открыть 30 дополнительных аптечных пунктов, цены в которых будут ниже рыночных. Волгодонские спасатели отметили 25-летие МЧС. В честь юбилея перед ДК имени Курчатова развернулась выставка пожарно-спасательной техники. В холле виновников торжества встречал духовой оркестр, а творческие коллективы города подготовили праздничный концерт. Именно вы даете возможность жителям города Волгодонска, жителям Ростовской области, да и всей России спокойно трудиться, спокойно отмечать праздники, спокойно ложиться спать и просыпаться в хорошем настроении. Лучших сотрудников наградили благодарственными письмами и грамотами от администрации и Думы Волгодонска. 27 человек получили юбилейные медали, 25 лет МЧС. Также награды вручили сотрудникам отряда пожарной охраны Ростовской АЭС и учебного центра, который уже 25 лет занимается профессиональной подготовкой специалистов МЧС. Ростовскому государственному заповеднику 20 лет. Последний единственный степной заказник Европы расположен на юго-востоке области. Его территория, на которой можно встретить соленые озера и поля тюльпанов, занимает почти 10 тысяч гектаров. Обитатели заповедника, мустанги и редкие виды птиц. В юбилей природного заказника лучшие сотрудники получили награды от правительства области, а также обсудили вопросы экологического образования. Все мы понимаем, что ряд экологических проблем можно решить путем формирования экологической культуры подрастающего поколения, так и взрослого. Ведь для того, чтобы сохранить цивилизацию, нам надо жить в единстве с нашей природой. Правительство области поддерживает ростовский заповедник. Результат совместной работы – межрегиональный фестиваль экологического туризма «Воспетая степь». Последний проходит на территории охранной зоны. Шолоховская и Закруткинская весны, Калининское лето, постановка спектакля, экранизация романа «Тихий Дон», а еще масштабная всероссийская акция «Война и мир. Читаем роман». Такими проектами запомнился уходящий год литературы. Его итоги подвели в Шолохов-центре в Ростове. Одними из самых ярких событий стали юбилеи донских писателей Антона Чехова и Михаила Шолохова. По словам организаторов, главное было привлечь внимание жителей области к литературе и культуре. Откликнулись муниципалитеты и библиотеки школьные, библиотеки публичные, музеи, школы. То есть в стороне не остался никто, общественной организации. И благодаря совместным усилиям год получился просто прекрасным и замечательным. Лучшим работникам культуры на Дону вручили почетные грамоты. Одну из них получила директор Ростовской областной детской библиотеки Ирина Томаева. Она вместе с детьми придумала проект, посвященный Великой Отечественной войне и 50-летию выхода книги Виталия Семина «Ласточка-звездочка». Мы увидели, как изменились за этот год дети. И я считаю, что для них это та самая точка невозврата, когда они уже стали другими. Они увидели войну, перенеся ее через себя. В следующем году на Дону отпразднуют столетие со дня рождения писателя Анатолия Калинина. На подготовку к юбилею из областной казны выделят больше 14 миллионов рублей. Для детей военнослужащих зажглись огни на новогодней елке. Традиционный утренник прошел в Ростове. Несколько сотен мальчишек и девчонок приняли участие в конкурсе костюмов, посмотрели спектакль и получили подарки. Для них новогодний утренник в первую очередь – это возможность провести время с родителями. Ведь большинство тех, кто служит во внутренних войсках, часто не бывают дома. На Дону новогодний утренник для детей военнослужащих проводят уже в четвертый раз. Завтра на Дону власти региона обсудят вопросы помилования в Ростовской области. Сегодня это все новости. В студии был Артем Тарасов. До встречи на Дону. Одежда ведущему предоставлена магазином Пьер Карден.